Девушки отдыхают 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 Потому что, ну, разве какие-то такие существенные неожиданности были в составах, да? Нет. Причем неожиданностью явилось то, что ЦСКА так и не смог первым номером, да, так по большому счету сыграть. Это, может быть, было неожиданностью. И, конечно, мы не могли бы не поговорить о ситуации с Карпином, о его полууходе с поста главного тренера. Тяжело оценивать, да. Например, я говорил, что я ратовал за то, что, да, пора действительно тренеру уйти, да, с поста тренера за Стокарпином. Но это было мое мнение. Оказалось, я был неправим. Дерби закончилось не в пользу мавсисиана-армейца, а в пользу мавсисиана, желающего возрождения Спартакуя. Посмотрим, какой из Андрея провидится. Андрей Мавсисиан, Мурат Лакипович, Слав Медведев, Футбол России. Сейчас главное три очка, потому что нужно подтягиваться к лидерам и нужно подниматься наверх. Потому что наверху чуть проще, чем внизу. Поэтому я рад, что мы просто выиграли у ЦСКА. Тем более Спартаку нам наверху проще, чем внизу. Конечно, Спартаку нам наверху проще, потому что, когда ты идешь впереди, то есть ты более спокойно готовишься к играм. Даже к ответственным играм более спокойно, потому что чувствуется запас прочности. Когда ты находишься внизу, каждая плохая игра и потерянное очко, это очень... не очень хорошо. Вот какие волшебные манипуляции вы провели, что защита Саверлатова должна быть себе? Ну, дело в том, что, наверное, наступили себе на горло. И Валерий Георгиевич очень много работал сейчас над обороной. Потому что мы все прекрасно понимаем, можно играть хорошо и не набирать очки. У Спартака не было и сильно хорошей игры, и очков. Поэтому, может быть, не сыграли спартаковский футбол, зато выиграли и дерби, и тем более у ЦСКА. Спасибо.